Давайте будем начинать. Есть ли ко мне вопросы? Так, сегодня мы будем говорить про задачу кластеризации. Да, будем говорить про задачу кластеризации. Напомню, что до этого мы все время обсуждали задачу обучения с учителем. То есть у нас была целевая переменная при решении наших задач. Была матрица объекта-признаки и целевая переменная. А задача кластеризации отличается от изученных нами до этого тем, что это задача обучения без учителя. Это значит, что у нас есть просто матрица объекта-признаки, но нет целевой переменной. И мы хотим только на основе матрицы объекта-признаки ну что-нибудь сделать. В задачах кластеризации мы хотим сгруппировать, выделить кластеры в наших данных, то есть разбить наши данные на подгруппы с одинаковыми свойствами. Так, 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 так. Сегодня мы посмотрим на три наиболее популярных и в какой-то степени наиболее простых метода кластеризации. Это метод к-средних, к-минс, это db-scan и иерархическую кластеризацию. Вот, когда решают задачу кластеризации, обычно начинают с этих трех, ну там в зависимости от задачи с какого-то из них, и потом уже могут придумывать какие-то более сложные варианты, если они плохо работают. Так, ну давайте обсудим к-минс. Да, начнем с метода к-средних. В чем состоит алгоритм к-минс? Значит, представим, что у нас есть наша матрица объекта-признаки, ну, например, матрица x из тысячи наблюдений и два признака. И мы нанесем эти два признака на двумерную плоскость и просто изобразим нашу выборку. Наша задача состоит в том, чтобы среди нанесенной выборки выделить группу похожих точек и сказать, что это наш кластер. Вот, к-минс работает следующим образом. Мы инициализируем случайным образом центры кластеров, то есть обычно здесь говорят, что мы кидаем на эту плоскость случайным образом точки, которые объявляем центром кластеров. Затем считаем расстояние от этих центров, случайно брошенных, до точек выборки и относим точки к соответствующим кластерам, ближайшие точки к соответствующим кластерам. То есть вот мы кинули эти центры кластеров и отнесли ближайшие точки нашей выборки к тому кластеру, расстояние до центра которого наименьшее. Вот так. Затем пересчитываем центр кластера по формуле среднего, то есть мы смещаем центр нашего кластера в центр масс вот этого нашего облака, которое получилось после определения точек нашей выборки к соответствующему кластеру. Ну и затем повторяем пункт 2, то есть относим ближайшие точки к соответствующему кластеру, пересчитываем центр кластера и повторяем это до тех пор, пока изменения не перестанут происходить. Сейчас посмотрим на визуализацию, как это дело происходит. И коминс хорош тем, что это очень простой алгоритм, то есть мы просто кидаем случайные точки, определяем начальные кластеры и затем логичным образом смещаем центры кластеров в центр масс полученных точек. Минус коминса в том, что… Ну, два минуса. Во-первых, нужно знать количество кластеров, то есть сколько начальных точек бросить. Во-вторых, в том, что он достаточно простой и из-за этого может не поймать сложные структуры в данных. Давайте на визуализации посмотрим, как это дело работает. Как мы будем выбирать изначальные центры кластеров? Давайте, как мы обсудили только что, бросим их случайно на нашу плоскость. С какими данными будем работать? Давайте возьмем, например, смесь гауссиан. То есть у нас будут облака точек из гауссовского распределения. Вот наши три облака, наша выборка. Давайте бросим правильное количество кластеров. То есть, допустим, мы знаем откуда-то, что у нас должно быть три кластера. По картинке это видно, и мы подозреваем, что три кластера. Давайте бросим три случайные точки. Ну, вот они попали как-то так. Случайным образом получилось, что красная и синяя точка фактически совпадают. На рисунке они, во всяком случае, накладываются. Ну, так бывает. При другом запуске они могут попасть как-то по-другому. Так, давайте запустим это дело. Так, неправильно. Видимо, я нажал какую-то не ту кнопку. А, ну вот, получилось по-другому. Ага, все, все хорошо. Ну, поехали. Значит, вот мы кинули случайные точки. Затем определяем... А, опять неудачно получилось, но ладно. Затем определяем... Считаем расстояние от каждой точки нашей выборки до брошенных точек и определяем каждую точку нашей выборки к тому кластеру, расстояние до центра которого наименьшее. Ну, вот здесь это и произошло. И затем смещаем центр кластера в центр масс полученных раскрашенных точек. Бамс, сместили. Ну, и повторяем все это дело до тех пор, пока изменения не перестанут происходить. Но вот здесь нам не повезло. На втором же шаге изменения перестали происходить и алгоритм сошелся. Давайте попробуем еще раз. Ну, вот что-нибудь такое. Давайте бросим, ну, например, 4 точки случайным образом и будем смотреть, как работает Cummins. Значит, определяем точки к ближайшему центру. Получилось вот так. Смещаем точки в центр масс. Сместили. Переопределяем точки. Переопределили. Смещаем точки в центр масс. Сместили. И все. А, нет, не все. Продолжаем. Значит, посчитали расстояние, сместили. Посчитали расстояние, сместили и так далее, и так далее, и так далее. Но вот изменения происходят все меньше, меньше и меньше. Ну, и не будем смотреть это дело до конца. Рано или поздно он сойдется. А вот. Значит, Cummins очень простой. Работает он следующим образом. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагается сделать в коде. Посмотреть, как он работает в Escaler. В Escaler он реализован в модуле Escaler Cluster. И так и называется Cummins. Здесь генерируется случайная выборка из трех облакточек. И мы пробуем кластеризовать эти облака точек при помощи Cummins с тремя кластерами. Но результат кластеризации получается ровно ожидаемым. То есть каждое облако отнеслось к отдельному кластеру. Давайте посмотрим, что будет, если мы не угадаем с числом кластеров. Ну, получится, собственно, тоже весьма логичный вариант. Если у нас число кластеров меньше, чем истинное число кластеров, то будут получаться картинки типа такой. То есть кластеры будут объединяться в... Истинные кластеры будут объединяться в большие предсказанные кластеры. То есть видно, что здесь три истинных кластера. Но так как мы предсказываем всего два кластера, то центр одного будет где-то здесь, центр второго будет где-то здесь. Ну и вот получится в итоге два... Ну что, Cummins выделит два кластера. Если три кластера, все будет хорошо. Ну и если четыре, пять и более кластеров, то в зависимости от положения... От начального положения точек будут получаться вот такие разные результаты. То есть еще раз. Cummins хорош тем, что он работает очень просто. Плох тем, что нам нужно знать число кластеров, и если мы их не угадаем, то получим не совсем корректный результат. Да. И B, что, возможно, более сложные структуры данных, как здесь, он не сможет различить. Ну, хотя давайте попробуем. А он на семи хорошо работает. На семи хорошо, да. Давайте попробуем какую-нибудь сложную структуру, типа вот такой. Посмотрим, что получится. Ну, здесь, очевидно, четыре истинных кластера. Один круговой, два кружка, которые соответствуют глазам, и один кластер, который соответствует улыбке. Давайте кинем четыре случайные центра, и посмотрим, как Cummins отработают. Но он же, по идее, не справится с таким никак. Да, Cummins с таким сложным нелинейным случаем не справится. То есть плоскостью равно будет, ну вот, в такие, как бы разделена по диагоналям некоторого четырехугольника. Но тут, наверное, нет смысла продолжать. Дальше изменения не происходят. Ну, происходят не очень большие. Вот, остановимся здесь. Со сложными структурами Cummins работает плохо. Еще раз, потому что простой метод, основанный на пересчете метрических расстояний. Вот. Если у нас кластеры хорошо отделяются друг от друга, то Cummins работает хорошо. Если плохо, то плохо. Да, еще одним достоинством является быстрая скорость алгоритма, но это следует из его простоты, потому что на каждой итерации мы просто пересчитываем расстояние до центров кластеров. Да, здесь еще говорится о том, что мы можем немного модернизировать Cummins и вычислять вместо центров медианы, либо какие-то другие статистики, но это может помочь, может не помочь, как и всегда. Нужно пробовать разные варианты. Но идея в том, что Cummins можно модернизировать и считать различные статистики. Так, значит, это был Cummins. Теперь рассмотрим DBSCAN. Вот такое сложное у него название. Density-based spatial clustering of applications with noise. Самое главное слово здесь density-based, основанное на плотности. DBSCAN уже более прогрессионный алгоритм, чем Cummins, и вполне себе неплохо справляется с нелинейными структурами, и DBSCAN не нужно знать количество кластеров. То есть вроде как все те минусы, которые были в Cummins, DBSCAN решает. В чем идея? Идея в том, что давайте разделим все точки нашей выборки на три группы. У нас будут основные точки, у нас будут краевые точки и у нас будут шумовые точки. Основными точками будем называть те точки, в окрестности которых находится какое-то число точек. Наверное, чтобы было понятнее, лучше сказать так. У DBSCAN есть два гиперпараметра. Это радиус окрестности, в который мы будем смотреть точки, и минимальное число соседей, которое должно лежать в окрестности. Основными точками называют те точки, в эпсилон окрестности которых лежит по крайней мере min samples соседей. Вот если в окрестности лежит по крайней мере такое число точек, то точка называется основной. Дальше есть краевые точки. Это такие точки, в окрестности которых лежит меньше, чем минимальное число соседей, но при этом хотя бы один из соседей, лежащих в окрестности, является основной точкой. То есть еще раз, у нас в окрестности краевых точек будет лежать меньше, чем min samples точек, но хотя бы одна из этих точек, которая будет там лежать, будет являться основной. Тогда точка будет называться краевой. Ну и если в окрестности лежит меньше, чем min samples точек, и ни одна из них не является основной, то точка называется шумовой. Ну, вполне понятно, почему вводится именно такая классификация точек. Такое деление на группы точек. Основные точки будут лежать, ну, скорее, в центрах наших кластеров. Раз они лежат в центре, то в окрестностях их будет лежать большое количество точек. Краевые точки будут лежать по краям наших кластеров. В них потенциально будет меньше точек, в их окрестности будет потенциально меньше точек, чем у центральных точек основных, но при этом они все еще будут принадлежать кластеру, потому что будут связаны с теми точками, которые лежат ближе к центру. Поэтому они как бы задают края кластера и называются поэтому краевыми. Ну, а вокруг шумовых точек точек будет лежать совсем мало, и, возможно, они не будут принадлежать никакому кластеру, поэтому они называются шумовыми. Так, ну, здесь приводится такое более математическое и связанное с теорией графов описание этого алгоритма. Значит, давайте быстренько его тоже обсудим, что у нас, да, основные точки ровно так, как я сказал, и определяется достижимость так, как я сказал. Да, ну и просто краевая точка называется краевой, если можно построить маршрут от нее до основной точки. Ну, это ровно то же самое, что я сказал, что если в окрестности точки лежит хотя бы одна основная точка, и при этом число, общее число точек в окрестности меньше минсэмпл, то точка называется краевой. Так, давайте посмотрим на диаграмму. Ага, ну этот рисунок замечательно показывает действие дибискана, как дибискан, вернее, будет классифицировать точки. Точки, лежащие ближе к центру кластера, к центру кластера, будут являться основными, потому что в их окрестности, эпсилон-окрестности, которые здесь обозначены кружочками, лежат минсэмпл с точек. Здесь минсэмпл с видимо равно 3, а 4, минсэмпл равно 4. Точки, которые будут лежать на корях кластера, то есть в окрестности которых будет лежать меньше, чем минсэмпл с точек, например, в окрестности точки B всего одна точка, в окрестности точки C тоже всего одна точка, но при этом эти точки являются основными, достаточно, чтобы хотя бы одна точка была основной, точки B и C будут являться краевыми. В окрестности же точки N не лежит ни одной основной точки и находится точек меньше, чем минсэмплс, но в данном случае ни одной точки здесь не лежит, поэтому точка N является шумовой. Давайте посмотрим снова, как работает DBSCAN сначала на визуализации, а потом посмотрим в коде. интерфейс здесь другой, чем был в commins, потому что нам не нужно выбирать число кластеров. Давайте выберем снова гауссовскую смесь, и нам нужно выбирать размер эпсилона окрестностей и число точек. Давайте оставим стандартные гиперпараметры и посмотрим, как отработает алгоритм. Вообще говоря, как практически работает DBSCAN. Он выбирает какую-то случайную точку и затем начинает искать ее соседей и проходиться по соседям. Вот здесь это видно, как это происходит. И определяет каждую точку к основной или краевой. пока края кластера полностью не будут очерчены. Затем, когда края кластера полностью очерчены, он берет другую случайную точку и начинает также создавать вокруг нее кластер. И так далее, пока не будут рассмотрены все точки выборки. Ну и в конечном итоге какие-то точки будут объединены в кластеры, какие-то точки останутся шумовыми. А можно вопрос, пожалуйста? Да. Вот, предположим, DBSCAN очертил первый кластер, предположим, синий и выделил белую шумовую точку. Он потом может ее еще раз рассмотреть? Внимание! Пожалуйста! Да, потом он еще раз может ее рассмотреть при построении другого кластера. Ага, да, понимаю. Да, может рассмотреть при построении другого кластера. Так, давайте посмотрим какой-нибудь другой пример. Ну вот, например, с лицом. Что нам скажет DBSCAN на этом примере, на котором Каминс не справился? А, да, он здесь будет работать очень долго, поэтому давайте мы увеличим размер эпсилон окрестности, просто чтобы он побыстрее проходил. Но при этом не слишком сильно, чтобы случайно внутрь не попасть. Давайте чуть-чуть подождем, потому что нам важно посмотреть на то, как отработает DBSCAN. Вот он закончил, практически закончил рассмотрение одного внешнего кластера, берет другую случайную точку, начинает рассматривать первый внутренний кластер, второй внутренний кластер, третий внутренний кластер. Все, он закончил свою работу, ну и мы видим, что с такой сложной нелинейной структурой DBSCAN справился. Он выделил все четыре нелинейных кластера, ну лучше так, все четыре истинных кластера в такой сложной нелинейной структуре. Но в чем может здесь быть проблема? В том, что даже по времени ожидания, если судить, он работал чуть-чуть подольше, чем комминс. На данных со сложной структурой разница может быть заметной, более заметной. Поэтому здесь мы выигрываем в качестве, но можем поиграть во времени. Давайте посмотрим на то, как это реализовано в коде. Значит, у нас DBSCAN также лежит в модуле Scalern Cluster. Мы рассматриваем всю ту же выборку, которая очень странно здесь построена, но неважно, построена и построена. Так, и здесь показаны результаты кластеризации при разном выборе параметров размера и апсилонокрестности и минимального числа точек. Но вот если посмотреть на результаты работы, можно увидеть, что все-таки настройка этих гиперпараметров для DBSCAN очень и очень важна. Потому что если мы настроим их в какой-то степени неправильно, то можно увидеть, что DBSCAN классифицирует кластеры тоже неправильно. Но если аккуратно их подобрать, то кластеризация получится вполне себе хорошей. Вообще говоря, когда мы говорим о кластеризации, то здесь действует немножко не такой пайплайн, какой был в обучении с учителем. То есть в обучении с учителем у нас всегда была четкая метрика, по которой мы определяли качество работы алгоритма на тестовой выборке. Когда мы говорим про кластеризацию, к сожалению, так это не работает, потому что у нас нет целевой переменной ни на трейнг, ни на тесте, и мы не можем четко определить, как нам посчитать качество работы алгоритма. Поэтому здесь действуют обычно двумя способами. Первый это, конечно, по мнению эксперта, то есть мы совершаем кластеризацию и потом просто смотрим, устраивает нас результат кластеризации или не устраивает. Второй это попытка ввести некоторые метрики, руководствуясь только матрицей X. Например, есть такая одна из наиболее популярных метрик, кластеризация прошла хорошо, если внутрикластерное расстояние небольшое, а межкластерное расстояние большое. Весьма логично. Получившиеся кластеры внутри себя должны лежать, точки внутри получившихся кластеров должны лежать близко друг к другу, и при этом они должны находиться далеко от других кластеров. Вот такая метрика используется. Но опять же, это такая эвристика скорее, и не факт, что она хорошо отобразит то, как прошла кластеризация. Поэтому зачастую степень качества кластеризации определяется именно исследователем уже после совершения кластеризации. Но если кластеризация не является финальной задачей, то вот здесь возникает такой небольшой bottleneck, потому что не получится пустить такой один непрерывный алгоритм. Исследователю придется в центре посмотреть на результат кластеризации, чтобы как-то его оптимизировать. Вот. Так. А, да, давайте посмотрим, как работает DBSK на других датасетах. Начну посмотреть, что он хорошо справляется с улыбающимся лицом. Посмотрим, как работает на лунах. Тоже такой относительно популярный датасет из Escalerna, который создает две такие луно-месяцеобразные поверхности. Вот так они выглядят. Посмотрим, как действует Cummins. Но также наблюдается тот же эффект, который мы видели на улыбающемся лице. То есть центр одного кластера вероятно где-то здесь, центр другого кластера вероятно где-то здесь. Ну и по той логике, в которой работал Cummins, в принципе, он сработал неплохо. И возможно даже по метрике меж внутри- и межкластерного расстояния эта кластеризация будет более-менее хорошей. Но с точки зрения нас как исследователей кластеризация, конечно, прошла не очень. Если посмотреть на то, как работает DBSK, то DBSK отработал в принципе достаточно хорошо. То есть он выделил в общем и целом образ одного кластера, образ другого кластера, ну и вот какие-то шумовые точки он тоже тут попытался выделить. Хотя, возможно, эта точка все-таки относится к первому кластеру, но это уже помехи алгоритма, с ними ничего не сделаешь. Так. Ага, круги, которые похожи на smiley face, но тут мы уже видели, что происходит. Каминс опять отработал так же, как на face, и DBSK тоже так же, как на face. Значит, вывод из этого. Каминс стоит использовать, когда кластеры у нас хорошо отделимы друг от друга, когда нам важна скорость. DBSK стоит использовать, когда у нас кластеры представляют собой сложные нелинейные поверхности, и когда скорость, наверное, когда скоростью можно немножко пожертвовать. Третий метод, который мы обсудим, это иерархическая кластеризация. Он основан на идее о том, что давайте будем жадным образом строить кластеры, и существует два способа проводить иерархическую кластеризацию снизу вверх и сверху вниз. Снизу вверх это агломеративная иерархическая кластеризация, когда мы каждую точку объявляем принадлежащей к своему кластеру, а затем начинаем объединять похожие точки в кластеры. И сверху вниз это дивизивная агломеративная кластеризация, это когда мы говорим, что все точки принадлежат к одному кластеру и начинаем разделять непохожие точки на разные кластеры. Мы рассмотрим агломеративный подход, то есть будем идти снизу вверх, скажем, что каждая точка принадлежит к своему кластеру, и будем объединять в кластеры похожие точки, ну и затем похожие кластеры, во все более большие кластеры. Понятное дело, что чтобы объединять точки в кластеры, а потом кластеры в более большие кластеры, нам нужно задать какую-то меру похожести точек и кластеров. Ну даже здесь разумнее говорить о кластерах. То есть нам нужно задать некоторую меру похожести между кластерами и объединять маленькие кластеры в более большие кластеры на основе этой меры похожести. Ну здесь опять традиционно используются какие-то расстояния между точками, которые общаются на расстоянии между кластерами. И можно выбирать совершенно разные расстояния между кластерами, но вот здесь нам предлагается рассмотреть расстояние Word. Это один из видов расстояния, который вбит в Ascalern, там есть и другие, но в общем и целом их там гораздо больше, чем те, которые используются в Ascalern. В чем идея расстояния Word? Вообще оно пришло к нам из статистики и говорит о том, что давайте объединять те кластеры, дисперсия точек, в которых после объединения не сильно изменится по сравнению с дисперсией до объединения. Это говоря статистическим языком, говоря языком машинного обучения, мы будем объединять те кластеры в новые кластеры, у которых прирост суммы квадратов расстояний точек до центра кластера будет наименьшим. Ну то есть давайте аккуратно обсудим эту формулу, потому что это сложно сказать, но идея очень простая. То есть мы как бы начинаем взять эти точки кластера так, чтобы у нас была минимальная дисперсия в этих кластерах. Чтобы дисперсия не слишком поменялась после объединения. У нас уже есть какие-то кластеры, ну допустим, да, и чтобы добавить следующий объект к новому кластеру, мы смотрим, какая будет дисперсия в этом кластере, сильно ли она изменится или нет. Если не сильно, то мы добавляем объект к кластеру, если нет, то мы для другого кластера. Но только не добавляем объекта, а объединяем кластеры. А, ну да, хорошо. Вот сейчас на примере, наверное, это станет совсем понятно. Пусть у нас есть два кластера A и B. Посчитаем расстояние от объектов кластера A до его центра. Посчитаем расстояние объектов кластера B до его центра. А затем объединим кластеры A и B. И посчитаем расстояние от объектов объединенного кластера A плюс B до его центра. Понятное дело, что центр, скорее всего, изменится и не будет равен ни центру A, ни центру B. Если это расстояние до центра объединенного кластера, ну, суммарное расстояние до центра объединенного кластера, будет не сильно превышать суммы расстояний каждого отдельного кластера, то значит кластеры, которые, грубо говоря, лежали недалеко друг от друга, и поэтому их разумно объединить в один. С точки зрения дисперсии, математически понятно, что это дисперсия с точностью до константы, но идея точно такая же, что если у нас наши точки лежали недалеко друг от друга, то и при объединении в общем кластере у нас не сильно поменяется наш разброс точек. И поэтому разумно объединить два кластера в один. Значит, идея еще раз такая, в том, чтобы объединять близлежащие кластеры в один, тогда расстояние до центров поменяется не очень сильно. Можно использовать другие виды расстояний, но вот здесь расстояние Word. Алгоритм иерархической кластеризации, соответственно, снизу вверх такой. Определяем каждую точку, принадлежащую к собственному кластеру. Затем объединяем две близлежащие точки в один кластер. Ну и затем объединяем пары точек в кластеры в соответствии с расстоянием Word. Затем объединяем четверки точек в кластеры в соответствии с расстоянием Word. И так далее, и так далее, пока мы не объединим все точки в один кластер. Когда мы говорим об иерархической кластеризации, то, понятное дело, что это такой итеративный алгоритм, и у нас получается вся история объединений, начиная с одиночных точек и заканчивая одним кластером. Эту историю можно построить в виде графика. Этот график называется дендограммой. Вот здесь он изображен. Что такое дендограмма? Ну, собственно, она показывает моменты, когда два кластера были объединены в один, если смотреть снизу вверх. Ну, либо когда кластер был разбит на два, если смотреть сверху вниз. По оси Х здесь принадлежности к кластерам, то есть отмечены каждые точки, отмечена каждая точка и к какому кластеру она принадлежит. По оси Y, ну, расстояние Word, некоторая мера схожести. И показано, как происходило объединение кластеров. Да, объединение точек в кластеры. Сначала произошло объединение здесь, потом этих двух точек, потом этих двух точек, этих двух точек и так далее, и так далее. И в конце концов у нас получился один кластер. Так как у нас есть полная история того, как происходило объединение точек в кластеры, то мы можем выбрать любое количество кластеров, которое нам захочется. ну, там, в границах от каждая точка равно кластера, равно кластер до того, что у нас всего один кластер. Ну вот, на этой дентаграмме число кластеров получилось 3, потому что, наверное, мы там где-то это установили. Давайте быстро посмотрим. Так, сейчас... Да, вот. Здесь мы сказали, что число кластеров равно 3, ну и Escaler построил нам дентаграмму так, хотя, наверное, это не Escaler строит... Да, это из SciPy. SciPy нам построил дентаграмму так, чтобы на оси X отображались кластеры, один из трех кластеров, к которому принадлежит соответствующая точка. Но мы можем установить другое число кластеров, и тогда дентаграмма поменяется. Давайте попробуем это сделать. Агломеративная иерархическая кластеризация также находится в модуле Escaler Cluster. Синтаксис у нее ровно такой же, как был у Каминса и у DBSCAN, но с точностью до гиперпараметров. Классифицируем мы данные ирисов. И для того, чтобы построить дентаграмму, используется класс дентаграмм из модуля SciPy Cluster Hierarchy. Давайте попробуем построить дентаграмму, если число кластеров у нас 4. Мы знаем, что в вырезах 3 класса, но давайте попробуем построить число кластеров 4. Что получится? Ну, получится вот что. В принципе, кластер 0 и 2 поменялись не очень сильно, а вот кластер 1 и 3 пришлось насильно разбить. Давайте вернем к тройке, чтобы говорить про то, как можно по дентаграмме определить истинное число кластеров. То есть если мы хотим, наоборот, построить дентаграмму и выбрать, какое число кластеров у нас в данных присутствует. Но это можно определить по сильным скачкам дентаграммы. Ну, вот, например, это хорошо видно при переходе от двойки к нулю и к единице. Вот мы строим для двойки, строим, 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 и затем происходит резкий скачок вот сюда, на самый верх. То есть здесь вот шажки небольшие, а потом происходит резкий скачок по расстоянию наверх. Но это означает, что, скорее всего, вот эти точки относятся к своему кластеру, потому что произошел резкий скачок. Ну и вот по таким резким скачкам дентаграммы обычно и выделяют кластеры. Потому что, что означает резкий скачок дентаграммы? Что расстояние Word сильно увеличивается. Значит, скорее всего, мы переходим в какой-то другой кластер при объединении двух кластеров. А если вот там на первых двух нулях, первые два объекта, на них тоже сильный скачок, получается их в идеале вообще? Выделить каждый объект в свой кластер? Или как шумовые пометить? Ну, когда мы говорим про иерархическую кластеризацию, то скорее нет понятия шумовые. Ну, да, вот если как раз они и выделяются в отдельный кластер, если мы поставим число кластеров равное четырем, потому что, видимо, они чуть подальше лежат от основной массы нулевого кластера. Ну, то есть в теории мы знаем, что это все еще один кластер, потому что у иерисов три кластера. Но, да, видимо, вот эти точки, они сильно отличаются от... Ну, не так, не то чтобы сильно, они отличаются от всех остальных точек. Так, да, что хорошо в иерархической кластеризации, так это то, что можно помогать этому методу и указывать дополнительную информацию о том, что и та и житая точка похожи. А именно, можно передавать в метод матрицу схожестей, которая указывает относительные веса того, насколько точки похожи. Давайте посмотрим, как это реализуется. Реализуется это следующим образом. При призадании, при инициализации класса агломеративной кластеризации мы можем указать параметр connectivity. Connectivity — это и есть вот эта матрица похожестей. Вот в данном примере матрицу похожести предлагают строить на основе KNN-графа. Что такое KNN-граф? Ну, он просто проходится по каждой точке, и если точка и другая точка являются К ближайшими соседями, то он проводит ребро. Если нет, то ребро не проводит. То есть, по сути, мы просто строим граф, который показывает для каждой точки, какая точка является ее ближайшим соседом. И от каждой точки проводим ребр к ее ближайшим соседям. Если этот граф перевести в матрицу смежности, то получится вот такая KNN-матрица похожестей. То есть, какие точки лежат близко друг к другу с точки зрения KNN. И эту матрицу можно передать в класс построения агломеративной кластеризации, чтобы повлиять, улучшить ее работу. Понятное дело, что матрицу смежности между точками можно сдавать как-то по-другому, но KNN тоже неплохой вариант. Параметр linkage определяет расстояние, которое будет считаться между точками. Вот здесь расстояние Word, которое мы обсуждали, и два других. Их я не знаю, я ими не пользовался, нужно смотреть документации. Давайте посмотрим, что получится. Я уже вижу, что там очень страшные картинки. Вероятно, они будут. Это, наверное, очень средняя связь. Значит, Word – это расстояние Word. Average. Ну да, у меня это средняя связь. Среднее расстояние, да, между точками. Complete. Complete – это метод дальнего соседа, а сингл – это метод ближнего соседа. Да. Да, наибольшее расстояние и наименьшее расстояние. Окей, давайте смотреть, что получилось. Значит, здесь у нас мы не помогаем ему, здесь снова не помогаем, здесь помогаем, здесь помогаем. И меняется число кластеров. 33 и linkage. Здесь используется Average. Complete. Award. Так. Значит, если у нас большое число кластеров, и мы не помогаем. Ну, я бы сказал, что во всех трех произошла логичная вещь. Ну, то есть кластеры распределены равномерно по всей структуре поверхности и последовательно следуют друг за другом. Ну, то есть вот это вполне логичный результат кластеризации, если мы хотим большое число кластеров. Для всех, кто может... Смотрите, вот видите, например, у междудальнего соседа Complete, вот самый последний кластер, который, ну, вот в этой спирали, и вот буквально напротив него у них одинаковый цвет. Это один же кластер или просто так совпало? Нет, цветов не хватило. Это разные кластеры. Ну, вот просто, да, вот тут немножко... Ну, да, здесь из-за того, что такое большое число кластеров, тут у Escaler не хватает цветов. Ой, у Matlot-Liba не хватает цветов. Вот. Так, если у нас число кластеров три, то им никак не помогаем, то, ну, получается не очень хороший результат, схожий, наверное, с Каминсом в чем-то. Да, то есть кластеризация произошла, ну, как-то странновато. Нет, ну, ничего странновато, просто он вместо последовательной кластеризации как бы три кластера разбил по-другому. Видно, что эти кластеры есть, если смотреть на разделение плоскости. То есть, в принципе, они даже хорошо разделены, только они не соответствуют нашей выборке, соответственно, но так-то кластеры нормально разделились. Ну, в этом плане, да, что кластеризация произошла, но, наверное, не такая, как мы хотели. Вот. То есть кластеризация даже успешно, ну, видно, да, что мы хорошо их можем разделить на три разных кластеры, просто, ну, не соответственно того, как данные вообще будут влиять. Ну, да, да, вот в этом смысле. То есть в этом как раз и есть проблема, что мы не можем четко определить, что такое хорошая кластеризация. Так, ну и если у нас матрица соседей используется, то есть мы немножко помогаем иерархической кластеризацией, то, в принципе, происходят очень интересные вещи. при использовании среднего расстояния и максимального расстояния у нас центральный кластер, ну, вот эта центральная спираль выделяется как отдельный кластер, а дальше начинается какая-то смесь. В ВОРДе такого не происходит. В ВОРДе они все-таки все еще располагаются последовательно. Если у нас число кластеров 3, и мы используем расстояние ВОРДа, то это, наверное, ну, такой. Я бы сказал, что вот это с точки зрения исследователя самый корректный вариант, который получился, потому что мы отделяем одну часть спирали непрерывно, отделяем вторую часть спирали и отделяем внутреннюю часть спирали. Но это зависит от задачи, от того, как мы хотели кластеризовать эти сложные данные. Если нас устраивает один из вариантов, которые мы смотрели до этого, ну, значит, нам нужно использовать ровно тот метод. Тут, к сожалению, еще раз, четких метрик нет, нужно пробовать все, что возможно, настраивать и использовать тот метод, который более подходит для нашей задачи. Так, что делаем дальше? Посмотрим на результаты работы алгоритмов. Ух ты, тут очень много всякого кода. Давайте посмотрим на его результат и потом посмотрим, что он делает. Ага, ну, мы просто строим кластеры разной формы и дальше пробуем их кластеризовать при помощи commins, агломеративной кластеризации и дебисканом. Так, давайте быстро посмотрим код, чтобы в сущности понять, что происходит. Ага, генерируются датасеты, круги, луны, которые вот эти два месяца, блобсы, это просто такие пятна точек и просто какие-то рандомные точки. Затем они как-то меняются. Затем задаются параметры вот той картинки, которую мы строили внизу. Это все группируется. и дальше в цикле мы нормализуем наш датасет. Задаем, ну, по сути, как это правильно сказать, что каждая точка лежит на… Задаем симметричное расстояние от каждой точки до каждой точки. Вот так, чтобы матрица смежности была симметричной. Вот так правильно сказать. Делаем симметричную матрицу смежности. Так, дальше. Проводим, собственно, кластеризацию. Ну и строим все это дело на полученной диаграмме. Ага, еще указываем время, при котором мы строим, за которое мы строим. Ну, здесь видно, что в среднем комминс наверное работает… Ну, вот на этих данных комминс и дибискан работают сопоставимо. Комминс даже в некоторых случаях работает дольше, чем дибискан. Агломеративная кластеризация работает гораздо дольше них. Но с точки зрения качества агломеративная кластеризация и дибискан на нелинейных данных опять работает, ну, с точки зрения исследователя опять лучше, скорее, чем комминс. То есть кластеры выделяются более логично, что ли. За исключением блобсов и вот этой последней картинки. Блобсы хорошо кластеризуются и комминсом. А вот когда у нас просто случайный шум, ну вот когда случайный шум, скорее дибискан побеждает, да, потому что если у нас случайный шум, то логично отнести все точки в один кластер, вот, агломеративная кластеризация пытается тут выделить какие-то еще кластеры, хотя, возможно, мы ей приказали выделять именно три кластера. Сейчас давайте глянем. Не вижу. Видимо, там по умолчанию стоят три кластера. В общем, скорее всего, мы здесь сказали выделять три кластера. Ну и комминс разделил как собственно, как он разделяет на таких вот данных, как мы видели в примере с лицом. Так, так, так. Что здесь еще можно в принципе сказать? Да вроде как и все. Вывод такой еще раз, что вот эти два алгоритма хороши на линейных данных, комминс хорош на данных, которые хорошо разделяются. Ну вот мы видим, что если данные очень хорошо разделяются на отдельные облака, то комминс будет работать очень быстро и правильно. Поэтому нет смысла использовать, если данные хорошо разделимы, агломеративную кластеризацию или дебискан. Комминс вполне пойдет. Но если у данных есть какая-то сложная нелинейная структура, то комминс, наверное, не самый хороший выбор, потому что будут происходить не совсем логичная кластеризация. Так, теперь давайте перейдем к решению каких-то задачек. Но, насколько я помню, они здесь уже все решены, поэтому мы просто будем обсуждать их решение. Давайте подгрузим данные. Здесь будут кластеризоваться координаты российских населенных пунктов. Опять по широте и долготе. Мы с широтой и долготе уже работали в прошлый раз. Если изобразить эти населенные пункты на карте, то получится что-то вот такое. Честно говоря, я не знаю, что это за данные, откуда они взялись, но в сущности нам что важно? нам важно, что у нас есть, здесь есть какое-то большое сосредоточение точек и отдельно от него. Они очень похожи на карту России. А, ну, кстати, да, действительно. Да. А, ну, правильно, потому что поэтому Калининград немножко съехал. Из-за того, что мы не выпукло рисуем, а на плоскости. Да, да, make sense. Ну, то есть, если бы мы смотрели это на клобусе, то Калининград, скорее всего, был бы где-то здесь, но если это дело развернуть с учетом кривизны, то, наверное, все хорошо. Да, точно, похоже. Так. Ну, давайте кластеризовать. При помощи чего будем кластеризовать? Будем кластеризовать при помощи комминса, который нам здесь предлагается написать самостоятельно, но он здесь у нас уже написан. Давайте, наверное, просто обсудим, что здесь у нас происходит. Мы выделяем количество объектов, количество признаков. Так. Будем случайно хранить метки того, к какому кластеру принадлежат точки в переменной Y. Инициализируем случайным образом. так, 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 так. Будем хранить переменную для хранения центров кластеров. И пока инициализируем нулями. Ну и затем просто проходим по комминсу. Вычисляем среднее расстояние, перемещаем туда центр кластера, обновляем принадлежности точек и повторяем эту процедуру нужное количество раз. Но здесь используется максимальное число итерации. То есть вот мы обновляем центр кластера, пересчитываем расстояние, перераспределяем, ну то есть обновляем переменную, которая хранит каким меткам относятся наши точки. Неправда, неправда, каким кластерам относятся наши точки. Метки кластеров, короче. Вот. Вообще, я так понимаю, подразумевало, что мы это реализуем самостоятельно, но решение здесь уже есть, поэтому мы его просто обсудили. Давайте посмотрим, что произойдет. Значит, параметр 10 это у нас число кластеров. Хорошо, будем кластеризовать на 10 кластеров. Так, это, видимо, выводятся графики на каждой итерации. Но как работает Каминс мы уже видели и понимаем, поэтому можем посмотреть только на финальный результат кластеризации. Ну, опять, то, что лежит отдельно, Каминс отделил хорошо. То, что лежит близко друг к другу, ну, в какой-то степени хорошо, наверное. Ну, то есть, он разделил такие полосы точек, грубо говоря. Вот здесь не совсем полосы. Давайте попробуем построить с большим числом кластеров и посмотрим, что получится. давайте укажем 80 кластеров. Упс, не получилось. А, слишком сложно, видимо, там где-то происходит проблема с расчетом, да, с расчетом расстояний. Видимо, там где-то получается, получается, что кластерам принадлежат нули, и в результате ничего не получается. Слишком много. Давайте поменьше. Давайте 20. 20 тоже много. Ну, ладно, придется остановиться на 10. Ну, вот Каминс отработал вот так. Теперь давайте посмотрим, как отработает DB Scan. будет ли у него более логичный результат. опять же, здесь непонятно, что считать логичным. Как бы, непонятно, каким кластерам должны относиться населенные пункты. так, ух ты. Что сделал DB Scan? DB Scan, ну, практически все отнес к одному кластеру. Да, если число минсэмплс большое. Да, это в зависимости от того, сколько точек мы рассматриваем в окрестности. Если мы рассматриваем всего одну точку в окрестности, ну, число кластеров получается достаточно большим, и получается нечто вот такое. при увеличении количества точек в окрестности у нас все относится по сути к одному кластеру. Если поменять эпсилон. Там, если одна точка, то примерно похоже на федеральный округа. А мне почему-то кажется, что это больше на климатические зоны похоже. да, да, да. Ну, да, климатические зоны действительно. Ну, тут опять сложно сказать, потому что это скорее мы хотим прекратить интерпретацию, а здесь возможно или нет. Скорее всего, Кратически не знаю. Давайте попробуем поэкспериментировать с окружностью, с радиусом окружности, в который мы смотрим точки. Значит, от увеличения от большой к маленькой. Ага. Ну, опять, получается, что чем меньше радиус окружности при фиксированном числе минсэмпл с равным единицам, тем разнообразные кластеры, грубо говоря, получаются. так. Ну, здесь опять сложно оценить, хорошо это или плохо, это все зависит от той задачи, которую мы решаем, как мы хотим кластеризовать наши населенные пункты. И, исходя из этой задачи, нам нужно подобрать и минсэмпл и эпсилон, и просто поперебирать их и для каждой картинки посмотреть результат кластеризации. и то есть, если, например, мы хотим кластеризовать действительно по, скажем, климатическим зонам, то, наверное, нас какой-то, ну, не знаю, где он был, в общем, тот результат, который мы обсуждали, наверное, нас устроит, и нам стоит воспользоваться такими гиперпараметрами. Ну, вот, например, таким. Если мы хотим разделить как-то по-другому, ну, наверное, нас такой результат не устроит, и нам нужно подобрать другие гиперпараметры. Вот. То есть, вполне себе хороший рабочий пайплайн, если мы имеем какую-то тренировочную выборку, в которой у нас есть и X, и Y, и мы хотим использовать кластеризацию для того, чтобы помочь какому-то методу обучения с учителем. Ну, то есть, добавить в качестве признака кластер, к которому относится наш объект. И у нас есть достаточно большая и репрезентативная обучающая выборка. В таком случае мы можем на всей этой выборке без разделения на тренировочную и тестовую прогнать наш метод кластеризации посмотреть, как кластеризуются точки, подобрать алгоритм, то есть, настроить алгоритм и затем использовать полученные признаки на уже новых тестовых данных, когда к нам будут поступать. Которые к нам будут поступать. Если это действительно поможет в решении какой-то задачи обучения с учителем. Дальше мы рассмотрим задачу кластеризации картинок. По сути, это задача сегментации изображений, которая в современном мире вполне себе неплохо решается нейронными сетями. Да, она хорошо изучена и для нее написано большое количество нейронных сетей, но вот мы попробуем это сделать при помощи дибискана. В чем суть? Суть опять в том же. Мы просто переводим картинку в пиксельное представление и пытаемся кластеризовать в пространстве пикселей. Кстати, не знаю, принимает ли дибискан картинки вот в такой трехмерной форме. Мы обсуждали в прошлый раз, что когда мы говорим о черно-белых картинках, то у нас там есть один канал, который показывает интенсивность белого. Когда мы говорим о RGB, цветных картинках у нас есть три канала, которые представляют собой интенсивность красного, интенсивность синего и интенсивность зеленого. И получается, что каждая RGB-картинка закодирована при помощи такой трехмерной матрицы, которая называется тензором. То есть у нас есть число, которое показывает количество каналов, в данном случае это три RGB и размер картинки 237 и 316 пикселей. Ну и каждый пиксель представляет собой трехмерную матричку размера 1 на 1 на 3. И вот три показывают интенсивность пикселей. Интенсивность красного, зеленого и голубого цвета. Так, посмотрим, как дебискан ее здесь принимает. не дебискан а комминс, комминс. Ну хорошо, комминс так комминс. Так, давайте посмотрим, потому что в моем представлении нам все равно ее нужно решепить в виде векторов. Вот здесь это делается. Ну да, по сути мы снова разворачиваем наши картинки по осям ширины и высоты. То есть мы снова вот эту трехмерную картинку представляем в виде вектора. То есть разворачиваем первый ряд пикселей, второй ряд пикселей, третий ряд пикселей и соединяем один с другим и в результате получается такой большой-большой длинный вектор, который кодирует который представляет собой разворотку пикселей нашей картинки. В прошлый раз мы работали после разворота картинки у нас получался вектор, у нас получалась выборка размера n наблюдений на число пикселей. То есть у нас каждый пиксель был своим признаком. здесь мы делаем немножко по-другому и здесь мы разворачиваем здесь у нас всего одна картинка мы разворачиваем эту картинку в вектор и соответственно вот числа этого вектора количество чисел в этом векторе будет числом наблюдений а каналы картинки rgb будут признаками. В результате получается матрица столько на три вот это вот это развернутые ширина умножить на длину ну и три это число каналов для каждого пикселя. Если мы сейчас эту матрицу загрузим в commins и посмотрим что произойдет то произойдет следующее. Ну что здесь сказать в принципе формы выделяются ну то есть здесь можно различить фон можно различить объекты которые лежат на тарелке и можно различить саму тарелку то есть на таком очень высоком уровне в принципе кластеризация через commins сработала но если нам нужна какая-то высокая точность которую можно запустить в прод это конечно не самый хороший вариант ну то есть современные сети для сегментации выделят прямо по контурам все объекты которые здесь представлены еще и подпишут что именно представлено на картинке например это яблоко это уже яблоко это тарелка это фон но такой с таким очень такую кластеризацию на очень высоком уровне в принципе может провести и commins да ну обратим внимание что здесь не учитывается информация о положении пикселя на изображении да только его цвет потому что матрица была построена так что признаками являлись закодированные значения цвета соответственно кластеризовали мы только по значениям цвета при добавлении каких-то дополнительных признаков вполне себе может получиться более точная что ли кластеризация то есть не будет вот этих вот артефактов которые здесь возникают да эти артефакты возникают как раз из-за того что мы учитываем только цвет ну и получается что вот здесь цвет похож на цвет здесь давайте в этом убедимся ну да здесь очень белый цвет здесь тоже очень белый цвет и из-за этого вот эта часть и вот эта часть были отнесены к одному кластеру если учитывать какие-то дополнительные признаки то вполне возможно что яблоки полностью станут отдельным кластером тарелка станет полностью отдельным кластером и фон тоже отдельным кластером пока что кластеризация произошла с помехами так ну наверное на кластеризации мы остановимся есть ли у вас какие-нибудь вопросы по ней а вот здесь есть фиты трансформ у каминца как через дебискан это правильно сделать я просто хочу написать ради интереса у дебискана нет трансформа вполне возможно что его нет давайте глянем так у нас там где-то он был наверное импортирован возможно что у него есть только фит трансформ это допустимо тут не очень хорошая документация а у него есть значит только фит ага и потом он говорит каким точкам принадлежат кластеры а ну значит видимо да у него нет нет фит трансформа и трансформа ну в принципе зачем это нужно он же может предсказать как к какому кластеру относится точка и все зачем трансформировать ну да у него вот есть фит предикт который просто предсказывает к какому кластеру относится каждая точка то есть трансформ комминса делает насколько я помню то же самое не импортирован где он там был у нас сверху где он у нас а нет в комминсе тоже предикт ну да значит у них только фит и предикт предикт предсказывает к какому кластеру относится каждая точка вот и у дебискана соответственно и у комминса фит предикт ну вот даже эту картинку у дебискан раза в три уже точно дольше делает я сейчас запустил комминс моментально сделал а дебискан еще думает ну как бы понятно почему просто он да да дебискан будет помедленнее но скорее всего на него я больше ставлю что он может различить четко эти области хотя не факт потому что мы кластеризуем только на основе цвета но может и получится а его фит предикт же также цвета нормально выделит по кластерам через решей как мы комминсы делали да построение матрицы должно быть одинаковое так 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 давайте вот на что посмотрим я помню так у нас осталось еще девять минут я помню что в прошлый раз мы обсуждали методы снижения размерности PCA и я говорил о том что интересно было бы смотреть как работает PCA и как это работает например TSNE на каких-нибудь сложных данных в качестве сложных данных мы возьмем МНИСТ мы с ним уже работали и мы представляем что он из себя представляет давайте посмотрим как себя поведет метод снижения размерности из 1920-х годов и как поведет себя метод снижения размерности из 2000-х годов так сейчас только вспомню как его загрузить так сейчас наверное лучше так и не думать тогда все все дополнения будут работать подгружаем наш датасет с циферками которая является под ну вырезкой из МНИСТа нам нужен x и y что у нас такое x x это вектор картинок то есть у нас 1797 картинок каждая размера 8х8 но она представлена развернутая в виде вектора 64 то есть если мы теперь посмотрим на картинку номер 1 так решить неправильно написано это будет 0 если мы посмотрим на картинку 186 ну либо 1 либо 4 наверное 4 непонятно если посмотрим на картинку 890 это скорее всего семерка или восьмерка так значит давайте посмотрим как отработает PCA как отработает SNM так PCA и из-эскалер manifold мы хотим взять SNM вообще в manifold лежит много методов нелинейного снижения размерности например изомеп тоже неплохой метод но вот SNE странно что LLE не лежит а нет LLE лежит вот он локали линеар эмбейдинг так значит нам нужен SNE окей но мы находимся в пространстве размерности 64 как мы делали на каком-то из семинаров давайте перейдем в пространство размерности 2 и посмотрим что у нас получится так N components нам нужно 2 N components нам нужно 2 значит XPCA у нас PCA fit transform наш X X TSN TSN fit transform наш X достаточно долго занимает но это скорее всего из-за TSN EPCA однозначно должен сработать очень быстро так но даже интересно давайте посмотрим про FLEM так from time import time так минус start и тут снова а потому что потому что вот так ну да видим что PCA сработал ну фактически мгновенно это миллисекунды или секунды нет наверное все-таки секунды да наверное все-таки секунды значит за 0.0.1 0.2 0.2 секунды TSN за ну около 6 секунд потому что PCA ну там мы видели что он очень простой просто матрицу обернуть по сути не обернуть просто спроецировать а вот а TSN там такой сложный вероятностный подход и оптимизируются такие вероятностные расстояния давайте посмотрим что получилось значит у нас XPCA должен быть размерности да размер нашей выборки на 2 две главные компоненты ну и в TSN тоже должна быть должна быть размерность 2 давайте теперь это дело изобразим не будем мучиться со сложной разметкой просто перемещаемся между графиками так значит нам нужен скеттер будем изображать первую главную компоненту против второй главной компоненты и раскрашивать в Y Y у нас содержит информацию о том какая это цифра то есть 0,1,2 и так далее до 9 ну то есть по сути к какому кластеру принадлежит наша цифра так вот что получилось у PCA теперь давайте посмотрим что получится у TSN XTSN делаем ровно то же самое строим нулькую главную компоненту против первой главной компоненты и тоже раскрашиваем выклик ну разница что говорится на глаза сейчас я попробую уменьшить масштаб вот так хорошо как мы видим нелинейные методы снижения размерности развивались не зря ну то есть 1920 до 2009 или около того прогресс явно был потому что когда мы используем линейный метод снижения размерности типа PCA то получившиеся проекции но плохи да получается что тут можно выделить отдельные кластеры ну то есть вот фиолетовый кластер выделяется но хотя он все равно смешан с фиолетовым снизу скорее синий кластер отдельно выделяется светло-зеленый выделяется но все равно точки достаточно перемешаны я бы сказал что эту картинку нельзя использовать для каких-то дальнейших применений ну то есть например на полученных признаках не очень хорошо будет обучать какие-то новые модели здесь слишком много шума в данных данные слишком сильно перемешаны и я бы сказал что наверное обучение на исходном это сете даже даст более качественную модель чем на PCA преобразованном с TSNE же совершенно другая картинка здесь кластеры разделены очень хорошо выделяются отдельные облака очень мало шума то есть здесь есть некоторые шумовые точки но они так представлены в небольшом количестве главное что основные кластеры цифр выделяются замечательно и вполне себе TSNE проекцию можно использовать как отдельные признаки для обучения моделей то есть например если мы не хотим учить на картинках размера 64 пожалуйста можно сделать проекцию в двумерное пространство при помощи TSNE и за счет этого значительно ускорить работу нашей модели и TSNE проекции будут достаточно хороши что-нибудь сказать о проекциях PCA то есть в проекциях PCA скорее всего тоже можно сделать хорошими если взять побольше число главных компонент но если мы используем проекции именно для визуализации то TSNE здесь по сути нет равных я имею ввиду по сравнению с линейными методами я не помню установлен где у меня UMAP давайте быстренько попробуем сделать то же самое с помощью UMAP сейчас если он у меня установлен то сделаем если нет то нет но не установлен значит не будем но интересно посравнивать как это работает TSNE по сравнению с UMAP тоже потому что я говорил что это два таких state-of-the-art метода на данный момент UMAP тоже даст примерно такую же картинку может немножко с другим распределением шумовых точек но это погрешности метода но UMAP скорее даст тоже такую более-менее приятную картинку с которой можно дальше работать ну на этом наш эксперимент закончен есть ли какие-нибудь вопросы хорошо так сегодня у нас был последний семинар всем спасибо удачи тем кто идет на экзамен удачи с домашней работой информацию по автоматам сегодня сегодня же на лекции сказали что минимум 6 на коп и минимум 6 за контроль может быть полегче еще сделают отлично прошел спасибо ну вот да мы это обсудим еще и выложим но это все это дело очень скоро будет спасибо вам приятного семинара до свидания всем спасибо спасибо большое интересно очень семинары были до свидания 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 до свидания